Мастрок. Экзотические фрукты, которые хотелось бы попробовать. Фебюри. 0-4, 2015-23-12. Как удивительны разнообразие наш мир. Обидно, что многое не то что не успеешь объехать и узнать, а даже надкусить не получится. Бананы, апельсины, киви и ананасы уже давно не кажутся экзотическими продуктами для нас. Они экспортируются по всему миру и входят в рацион почти каждого любителя фруктов. Но существует более обширный перечень тропических вкусностей, которые редко встретишь в наших супермаркетах. Ниже представлен список экзотических фруктов, которые непременно хотелось бы отведать. 1. Дыня кивана. Дыня кивана едва ли не самый красивый тропический экзотический плод. Еще этот экзот называют африканский рогатый огурец, антильский огурец, рогатый адыня, ангурия. Родина дыни кивана африканский континент. Культивируется экзотический плод кивана в Новой Зеландии, Калифорнии, в полузасушливых областях Южной и Центральной Африки. Вкус плода средней зрелости свежий, лимонно-огуречный. Хорошо дозревает при комнатной температуре. Созревший и перезревший антильский огурец сочетает в себе вкус дыни, огурца, банана. От корочки экзот не очищают, режут на дольки вдоль или поперек и высасывают сочную мякоть вместе с незрелыми семенами. Мякоть антильского огурца насыщена витаминами группы В, витамином С. Дыня кивана освежает, оказывает тонизирующее действие. Дикие плоды рогатого огурца горчат, так как содержится апонин. Экзотический плод используют при оформлении коктейлей, десертов, пирожных. Капли капсулы могут свободно плавать на поверхности напитка. Если разрезать экзотический рогатый плод поперек, получится декоративный стаканчик, содержимое которого дополняется взбитыми сливками, печеньем, кусочками спелого манго. Плод 12 сантиметров в длину, весит 300 гр. 2. Романеску, или романская браколи, цветная коралловая капуста. Романеску. Это близкий родственник капусте браколи и цветной капусте. Если вы любите капусту, то этот фантастический овощ вам, несомненно, понравится. Кроме того, этот удивительный овощ, буквально напичкан антиоксидантами. Дизайнеры и 3D-художники восторгаются ее экзотическими формами, похожими на фракталы. Капустные почки нарастают по логарифмической спирали. Первые упоминания о капусте романеску пришли из Италии 16 века. Романская капуста браколи обладает самым наитончашим вкусом, каким может обладать капуста. Романеску не рассыпчатая, вкуснее браколи, сладковатая с ореховым, а не сернистым оттенком вкуса. Свежий качан капусты романеску следует хранить в холодильнике не более четвертых дней. Так как капуста твердая, качан нарезают на кусочки зубчатым ножом. С кусочками капусты романеску готовят запеканку, подают с соусом бешемели и сыром ракфор. Капуста романеску богата антиоксидантами каротиноидами, витамином С. Этот экзотический овощ легко вырастет тем, у кого есть опыт выращивания капусты браколи, так как агротехника идентична. А я вам напомню подробный пост про фракталы в капусте. 3. Экзотический цитрон рука Будды. Экзотический цитрон рука Будды в Китае называют Фушоу, Вушукон в Японии, Лая Мау Яре, Джерик Танган, Лая Мау Лингтанг Керат в Малайзии, Тхирук Танган в Индонезии, Сомму в Таиланде, Фачете во Вьетнаме. Ароматный плод экзота разделен на несколько долей, подобных пельцам, с небольшим количеством мякоти и неразвитыми семенами, встречаются сорта и без семян. Цитрон – древнейший цитрус родом из Западной Индии, Западной Азии, Средиземноморья. Широкого применения в возделывании и культивации не получил, так как кустарники подмерзают при минус 3 градусах Цельсия. При высоте деревца до 3 метров плоды достигают длины до 40 сантиметров и до 28 в диаметре. Все части растений ароматны. Большие белые или пурпурные цветы не менее эффектны, чем плоды. Многолетние растения семейства рутовых – род цитрус. Многообразие цитрона представлено сортами еще названия – Чорсичан корсиканский лимон, Диамант сицилийский цитрон, Этрок израильский веретеноподобный цитрон, и, наконец, пальцы, или рука, Будды. Садоводы Англии, специализирующиеся на экзотических растениях, выращивают цитрон рука Будды в оранжереях. В Индии культивируется несколько сортов цитрона экзотической формы рука Будды. Баяура – миниатюрный сочный плод с тонкой кожурой. Чангура – дикорастущий сорт с мелкими, грубоватыми плодами без мякоти. Маданкри или маткункур – плод большой, с сладковатой мякотью. Туруни – плод большой, с толстой кожурой, белой внутренней части и съедобные сладкие, но бедный соком. Плоды диких чангура маринуются в Индии. Экзотический лимон съедают целиком, используют в освежающих напитках со льдом. 4. Дуриан. Дуриан представляет собой вечно зеленое дерево с темными листьями и раскидистыми ветвями, достигающие высоты 40 метров. Плоды дуриана представляют собой пятистворчатую коробочку яйцевидной или округлуголой формы, ее длина – 15-30 сантиметров, вес – до 8 килограммов. Коробочка висят на плодоножке длиной 10-20 сантиметров. Зеленые снаружи створки плода имеют грубую волокнистую структуру и толстую кожицу, их поверхность густо покрыта пирамидальными 3-7 гранными колючками. В каждой из пяти камер плода находится одно блестящее семя величиной от 2 до PSM, имеющее цвет от бледно-желтого до красно-коричневого. Семя окружено толстой кровелькой – орилусом, имеющий консистенцию пудинга и цвет от кремового до темно-желтого. Этот съедобный орилус имеет сладкий ореховый сырный вкус и ни с чем не сравнимый аромат. Спелый плод имеет своеобразный, очень въедливый, сладковато-гнилостный запах. Дуриан растет в тропических дождевых лесах Юго-Восточной Азии. Его часто выращивают на полуострове Малако и в Индонезии, реже в Южной Индии, на острове Шри-Ланка, на юге Таиланда, в Индокитае и на Южных Филиппинах. Вид культивируется также в Восточной Африке, очень редко в Латинской и Южной Америке. Плоды дуриана содержат витамины группы В, С, каротин, провитамина, микроэлементы, железо, фосфор, кальций, серу, никотиновую кислоту, антиоксиданты, аминокислоты и ДР. Уникальность этого фрукта в том, что он содержит большое количество органической серы. Именно из-за летучих соединений серы этот экзотический фрукт обладает неприятным запахом. Дуриан – единственный в мире съедобный плод, который содержит в себе органическую серу. Характерный неприятный запах дуриана обусловлен наличием в нем индола, химического соединения с неприятным запахом, который однако, при сильном разведении, дает нежную жасминовую ноту. Индол очень бактерициден и крайне полезен, поэтому употребление дуриана в пищу способствует возвращению здоровья больных людей и животных. В 20-е годы Хахавека в аптеках появился фармакологический препарат – таблетки, которые назвались «Дурь-Индия». Он предлагался в качестве постоянного употребления в течение трех месяцев. Эти таблетки содержали дуриан и редкий сорт индийского лука, богатого витамином Е. Курс такого препарата обеспечивал поступление в организм концентрированной жизненной энергии, приносящей телу силу и неутомимость, а духу – ясность и душевную молодость. Но, пожалуй, самое замечательное свойство этого удивительного растения – это его способность повышать потенцию. Отвар из листьев и корней дуриана применяется как жаропонижающее средство, а мякоть как глистогонная. Сок листьев прикладывают у голове лихорадящего больного. Лечебные ванны с листьями дуриана прописывают при разлитии желчи, а отвар из листьев и плодов прикладывают к воспаленной коже. Зола сожженной коры употребляется после родов. Листья дуриана содержат гидрокситриптамин и горчичное масло. На Западе дуриан пользуется большим интересом ученых. Исследования показали, что он обладает широким спектром питательных веществ, не имеет в себе равных по содержанию антиоксидантов, витаминов, протеинов, аминокислот, незаменимых жирных кислот, органической серы. Именно присутствие летучих соединений серы придает дуриану специфический запах. Оздоравливающие свойства биоактивной серы трудно переоценить. Дуриан – единственный в природе съедобный плод с высоким содержанием органической серы. Биологически активная сера легко усваивается, входит в организм и в состав белков, некоторых гормонов, таких как инсулин, тем самым обеспечивая баланс сахара в крови. Сера является необходимой частью молекул важных антиоксидантов, которые борются со старением организма. Она также участвует в шлаковые ведения и многих биохимических реакциях в клетке. В состав дуриана входит великолепный набор минеральных веществ, среди которых калий, кальций, магний и цинк. Это жизненно важные элементы для работы сердечно-сосудистой, нервной, иммунной и других систем организма. 6. Банан бедняка, он же банан прерий или ПООПОР Мало кто знает, что существует североамериканский банан лапа-лапа, банан прерии. Произрастает этот банан на юго-востоке Америки. Внешне он очень похож на обыкновенный банан, только несколько короче и обладает более ароматным запахом. Считается, что название ПОПО может быть искажением испанского слова папайя, по ассоциации внешнего вида плодов осемина с этими фруктами. Сохранились исторические документы, в которых упоминается, что плоды осемины были любимым десертом Джорджа Вашингтона, эти деревья росли в саду у Томаса Джефферсона, в Монтичелло. В последние годы интерес к осемине увеличивается, ведь это дерево устойчиво к болезням, для его выращивания не требуется применение пестицидов. В плодах осемина содержится очень много протеина, это нежный и питательный фрукт, который не получил вполне заслуженной славы и широкого распространения из-за своей плохой пригодности к транспортировке. Это единственное растение семейства аноновых, которое живет не в тропических зонах. Деревья, растущие на севере имеют опадающую листву, а у растущих в более южных широтах, она вечно зеленая. Высота осемины колеблется от 2 до 12 метров. Ветки осемины красно-коричневого цвета, довольно крепкие, кора коричневая, в молодом возрасте гладкая, по мере роста покрывается неглубокими трещинками и пятнистым серым узором. При разминании листья осемины издают довольно резкий запах. Цветы осемины неприятно пахнут. Они собраны в грозде по 6-8 цветков, однако, встречаются и одиночные цветки. Цветы осемины довольно крупные, до 6 сантиметров в диаметре со шестью чашелистниками и со шестью лепестками. Цветы сначала имеют белый цвет, но, по мере взросления, их расцветка плавно меняется, становясь постепенно красно-коричневой. Набрав полный цвет, цветы опадают. Опыление осемины производят мясные мухи и жуки-подальщики, которых привлекает гадкий запах. В период цветения на крупных плантациях осемины для привлечения наибольшего количества насекомых специально раскладывают тухлое мясо. Плоды осемины очень похожи на небольшие толстенькие бананчики, которые, как и цветы, меняют свой цвет по мере созревания, становясь из зеленых, сначала желтоватыми, а потом коричневыми. Плоды полностью вызревают к осени, они очень сочные и по вкусу напоминают, в зависимости от местности, где росло дерево, бананы или манго. 7. Фрукт дракона или Питая Фрукт дракона очень сладкий и вкусный фрукт с белой мякотью, усыпанный мелкими съедобными косточками, как у киви. Многие, побывавшие в Таиланде, уже распробовали Питаю. В настоящее время этот фрукт быстро набирает популярность в западном мире. Возможно, что он скоро появится и на наших прилавках. Интересен тот факт, что эти растения принадлежат семейству кактусовых. Фрукт имеет не только экзотическое название, но и внешний вид. Его цвет – ярко-розовый, по размеру петахая похожа на большое яблоко, только более вытянутая. Плод покрыт крупной чешуей, кончики которой окрашены в ярко-салатовый или зеленый цвет. Мякоть петахая бывает белого или фиолетового цвета, в ней очень много мелких косточек, которые распределены по всему объему плода. Восточные легенды гласят о том, что плоды петахая появились в результате битв с драконами. Когда чудовище больше уже не могло выпускать пламя, из его пасти вылетал драконий фрукт. Считалось, что он помещается глубоко в теле дракона, там, где самое вкусное мясо. Любовь к этому фрукту привела к тому, что всех драконов истребили. Вот и получается, что драконы вымерли, а фрукты причудливой формы и окраса, напоминающие своим видом чешую чудовищ из легенд, растут и по сей день. Однако настоящая родина петахая – Америка. Так как фрукт очень просто собирать и не нужно готовить, он был очень популярен у индейцев. Так ацтеки употребляли в пищу мякоть петахая. А обжаренные и перемолотые семена служили чем-то вроде приправок похлебки. Сейчас это растение культивируют в таких странах, как Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, Филиппины, Малайзия, Япония, Тайвань, Китай, Израиль, США, Мексика и Австралия. Конечно, условия для произрастания дракона.